Дворец Путина 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 Нет, очень малая часть должна получить веревку с мылом, а подавляющее большинство должны работать на конкретном месте, чтобы было видно. Пожизненно дворникам на этой улице всегда вы сможете увидеть министра такого-то, начальника департамента такого-то, директора банка такого-то, каждому свою метлу, свою улицу. А перед этим очень длинное расследование, допросы, выворачивание вообще всего, полная сдача всей собственности и так далее. Но это мечты, которые, может быть, никогда не состоятся, потому что и Россия на сегодня не состоялась, у нее нет никакого будущего. У вас нет будущего, жители России, у меня тоже, у моих детей, у моих внуков нет будущего. А мы его ищем, я спрашиваю, Навальный ищет наше будущее? Нет, абсолютно нет. Он как был блогером, так и остался блогером. Никакой политики у него нет. Ну, как Путин, он тоже политиком не был и не стал. Он как был вот этим Топтуном Габийским, так он и остался. И дворец показывает его нищету, полную нищету. Он себя вот этой роскошью пытается окружать, потому что сам он полное ничтожество. Полное ничтожество. И правильно кто-то заметил, что во всем этом дворце я вижу абсолютную достоверность, все сделано идеально. За хорошие деньги эта компьютерная реконструкция сделана, 3D-реконструкция. И все абсолютно достоверно. Нет там библиотеки, нет ни одной книги. А Путин никогда в жизни ничего не читал, это точно. Ему что-то там вдалбливали в детские годы. Вот это все, что он запомнил. Ну, абсолютно человеческий потенциал нулевой. Поэтому ему нужен такой огромный дворец. Я спрашиваю, а зачем вот вам, богатым людям, такие дворцы? Ну, ведь у каждого есть, но чуть поменьше. Этот украл 100 миллиардов только на дворец. Это пустяк. Вот надо тоже отметить это и правильно отмечать, что это пустяк. Украденные 100 миллиардов рублей, ну там, не знаю, миллиард долларов на это, миллиард на это, я не знаю, 10 миллиардов на все свои дворцы Путин затратил. Может быть больше. Это пустяк в сравнении с тем разграблением, которое он устроил в стране. То есть это один процент. Можете себе представить, как жила бы страна, если бы не воровство. Даже при абсолютно неэффективных методах управления, пусть даже совского типа. А если бы были нормальные люди у власти? Ну, не просто не воры, а компетентные люди. Страна бы расцвела просто. Мы бы как сыр в масле катались. То есть два аспекта. Воровство и управление на благо Отечества, на благо своему народу. Я уверяю, десятикратный рост благосостояния. У всех. Даже если вот эта иерархия бы сохранилась, имущественное расслоение и так далее. У всех был бы десятикратный рост. И вот эти олигархи тоже типа Сечина какого-нибудь там или Мидлера. Это же ничтожество, полное ничтожество. То есть это личностная пустота. Эти люди вообще ничего, ни о чем не понимают. Они точно такие же. Путин только рангом поменьше. И они ничтожество среди олигархов. Среди мировых олигархов они ничтожество. Если бы все было по-другому, если бы была бы русская национальная власть, я подчеркиваю, что она должна быть русской. И естественно она должна быть национальной в пользу нации. А нация включает не только в себя, не только людей русских по крови, но русских по духу прежде всего. Это и есть нация. Русские по духу. Никакой другой нации в России быть не может. Вот этого от Навального вы никогда не дождетесь этих слов. Он блогер. Он расследователь того, что ему позволяют расследовать, что ему заказывают. Он не самостоятельная фигура. У него нет никаких самостоятельных суждений. Он ни разу и никогда не проявил своей образованности. Что он вообще читал какие-то книги. Что у него есть какие-то мысли о развитии страны. О формировании политической среды. Ну всего вот эти две пустяковые мысли. Что не должно быть коррупционеров. Ну это и ежу понятно. И выборы должны быть честны. Это тоже понятно любому. Это примитив. Полный примитив. У него нет никакой политической программы. Никакой мысли. Ни единой мысли о будущем. Я не соглашусь с теми, кто говорит. А что дворец? Ну подумаешь дворец. Вот если бы главный человек хороший попался. А так пусть ворует. Вот если он к людям по-другому бы относился бы. Да пускай бы воровал. И дворцы тоже хорошо. Ну не все же халупы строят. Давайте вот должны быть роскошные дворцы. Вся страна должна быть покрыта дворцами. Это неправильное суждение. Да, дворцы должны быть. Но дворцы должен быть. Дворец правосудия. И действительно правосудие. Должны быть как дворцы детские сады. Например, школы, университеты, библиотеки, научные учреждения. Вот там, пожалуйста, давайте дворцы. А для личного пользования. Ну зачем тебе 10 комнат? Вот я сижу на даче, смотрю, как строится потихонечку не первый год дворец. Строит человек, который не имеет семьи. Ему надо обязательно построить из фанеры 10 комнат. Но он не может из гранита и бетона построить. Давайте 10 комнат. Зачем это? Отапливать все это дело? Прибирать? Ну все же грязью, пылью зарастет. Ну зачем нормальному человеку больше, чем одна комната, в которой он работает? Пусть еще одна комната, в которой он спит. Пусть еще одна комната, в которой он ест. Ну зачем все остальное? Зачем? Зачем строить то, что вообще не используется? Зачем для одного человека бассейн? Это же идиотизм полный. Ну бассейн должен быть для всех. Только он должен быть действительно как дворец. Там должно быть чисто, там должна быть современная система очистки и так далее. Хорошо, ты не хочешь с другими в неурочное время. Построил бассейн для всех, в неурочное время пришел, его освободили и поплавал в досталь, сколько тебе хочется. Ну остальное это время, пусть работает для людей. Нет, вот это вот, а то мое. Это мое, это для меня. Это вот мне Господь Бог так дал, такую радость. Да нет, он тебя испытывает. Насколько ты подвержен, твой масштаб измеряет. Неправильно, неправильно, когда говорят, лишь бы человек хороший попался. Нет, не должен, никто не должен быть вор. Вор должен сидеть в тюрьме или болтаться в петле. Одну из двух для особо выдающихся воров петля, остальным тюрьма. Поэтому нельзя говорить так, ну, а если бы вот он заботился о русских, так пусть бы и воровал. Этого не может быть. Он поэтому и не заботится ни о ком, потому что он ворюга. То есть само расследование, я приветствую, что все это появляется, и на каждого должно быть, на каждого путиноида должно быть такое досье. И потом ответственность в соответствии с масштабами нанесенного ущерба. А совокупный ущерб – это несколько, не один миллиард долларов, а несколько триллионов долларов. Вот масштаб разрушения общий на всех на них. Ну, а дальше там, когда расследование пойдет, определимся в долях, кто сколько украл. И отношение к Навальному, ну, как к блогеру нормальное, да, правильно, он как блогер нормальный человек. Поэтому я не люблю, не просто не люблю, я презираю просто навальнистов, потому что они просто блогера объявляют политикам. Никакой не политик. У него нет никакой организации. Он не отвечает ни перед кем. Ну, Путин ровно такой же. Он ни перед кем не отвечал, ничего никому не обещал. Любите меня такого, какой я есть. Выберите меня в президенты. И у Навального такая же идея. Выберите меня в президенты таким, каким я есть. А вы даже не знаете, каким он есть. Он борец с коррупцией сегодня, завтра может быть таким же коррупционером. Ну, там дела, которые ему приписали и так далее, его же не посадили. А других-то за такие дела сажают. Не возникает вопрос, а кто его крышует так здорово? Ах, его арестовали и так далее. Сколько людей арестовано сидело без всякой вины, в том числе и среди русских националистов. Как же можно поддерживать Навального в качестве политика, если он политиком не является? Он является пустышкой, таким же, как и Путин, такой же подставой, такой же обманкой, такой же пустышкой, за которым нет ничего, ну ничего. Никакой политической деятельности за ним не существует. Он ни разу не пытался свое мировоззрение высказать и представить на обсуждение публики. Дворец, конечно, это не самое главное. Но мы же знали, что дворцы эти есть, мы знали, что масштаб воровства колоссальный, что Путин лично ворюга, что он изменник Родины не в пользу, может быть, какого-то государства, а в пользу олигархии в целом. Олигархия имеет интернациональный характер, русских там нет. То есть человек, который грабит свою собственную страну, конечно, не может именоваться русским, он просто русскоязычный, говорит на русском языке. И, собственно, русского происхождения людей там очень мало. Этими вопросами Навальный не озабочен абсолютно. Он когда-то, вот когда мне довелось с ним на короткие познакомиться, в 2006-2008 году, он наберевался стать политиком, он искал какую-то мировоззренческую платформу, его исключили из партии «Яблоко» за национализм. Хотя националистом тогда он не был, но искал путей к национальному мировоззрению. Но потом его позвал Никита Белых, и он туда уехал заниматься Киров лесом. И мировоззрение его уже не интересовало. Его интересовали какие-то личные доходы. И вот та роль, которую ему предписали. Не он ее сформировал, а ему предписали, ему выдали эту информацию. Поэтому я презираю навальнистов, что они не видят простейшей вещи, что Навальный зависим, у него есть свои хозяева. И вы тоже становитесь зависимы, вы хотите тащиться на какие-то там публичные мероприятия. Ну это та же самая стратегия, как у Майданщины. Переворот может состояться в этом случае, но вы просто пушечное мясо в этом случае. И переворот не в ту сторону, в которую вы хотите. Это же модель Зеленского. Да, вот петрушку комика выбрать в президенты. Можно? Можно. И так тоже блогера можно сделать президентом? Можно. Что от этого изменится? Уверяю вас. Принципиально не изменится ничего. Хуже станет? Несомненно. Система будет сохранена в полной мере. И русскому человеку надо искать русских по мировоззрению людей, объединяться с ними. Пусть на самом низовом уровне. Мы потеряли этот уровень. Мы замахиваемся, все мечтаем, что сейчас придет какой-то лидер, да мы его поддержим. Мы его не можем вырасти, потому что мы не сплотились вместе, мы не объединены. Мы не имеем организации, но они есть, но в них нет людей. И у нас, в нашей организации, в партии Великой России, ну должны быть сотни тысяч, а у нас, дай бог, сотни. Вот и все. В этом проблема. А не проблема в том, что там разоблачить, что у кого-то там супервора, суперворовской дворец. Это и так известно. Детали, да, детали интересные. А в целом мы и так знаем, какова ситуация. Надо теперь понять, в какой ситуации русский народ находится. Русские люди, точнее, от народа уже почти ничего не осталось. И поставить себе определенные задачи. Они не требуют сверхусилий. Они требуют солидарности между русскими людьми. Взаимодействия, взаимной поддержки. И владение русской идеей, она же просто брошена, она лежит на обочине. Вы проходите мимо и начинаете выдумывать какие-то фантазии о том, что такое русское мировоззрение, что такое быть русским. Да все уже сказано. Все уже сказано многократно. Русский интеллект уже все детали разработал. Все такое русское национальное мировоззрение. А людей, которые взяли бы это все в пользование, в повседневную жизнь, не просто недостаточно. Их почти нет, почти не осталось. От этого все наши беды и от этого воровская власть остается незыблемой. Пока мы не сдвинем, вот в этом направлении не сдвинемся, никакой герой и откуда ни возьмись взявшийся монарх нас не спасет. Слава Руси! Господи, спаси!